Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Английский язык на практике, уроки английского языка по уровням. Мы с вами продолжаем наш на важнейший плейлист и вкратце отвечу на ваши вопросы, потом перейдем к основной части. Итак, вот такой комментарий. Дорогой учитель, присоединяясь ко всем словам благодарности в ваш адрес, не могли бы вы давать предложение ближе к жизненным? Мы хотим купить, заказать, поменять, сдать еду, одежду, билет, зарегистрироваться в гостинице, на рейс, сдать багаж. В любом случае, примите вы мое предложение или нет, буду с благодарностью учиться на вашем канале. Всех благ и успехов вам и вашим помощникам, прелестным малышам. Thanks, Emeline! Значит, друзья мои, действительно, да, это интересный момент. Значит, что хочу сказать, что наша цель в первую очередь заложить базу, фундамент. Соответственно, у меня есть список слов-выражений, самых ходовых слов, самых ходовых выражений. И потихонечку из урока в урок мы их добавляем. Именно то, что употребляется в первую очередь. На самом деле, вот эти слова, они потихонечку у нас, соответственно, будут, значит, новые-новые слова будут у нас появляться в уроках. Но здесь, понимаете, важно заложить основу. Например, вы хотите сказать, я хочу заказать это. Соответственно, вы знаете слова «я хочу». Вы знаете конструкцию «хотеть что-то сделать» – это «want to». Далее вы просто используете слово «заказать». «Заказать» – это слово «order». «I want to order it». «Я хочу заказать это». То есть, просто, видите, вы используете готовые конструкции. Но, понимаете, просто независообразно сразу много новых слов, слов, фраз и выражений, иначе будет путаемся. Нужно запомнить и «want to», и слова, и так далее. Это будет, но чуть позже. Например, вы хотите сказать «я хочу купить билет». То же самое вы говорите «я хочу». «I want» – «купить», опять нужно «to», «to buy» – «билет». Ведь единственное число, значит, билет – «ticket», вы ставите артикль «a», получается «a ticket». Если вы хотите сказать «я хочу купить один билет», вы, соответственно, говорите «I want to buy», соответственно, «one ticket». Если вы хотите сказать «я хочу купить два билета», «I want to buy» – «два билета», «to tickets». И видите, как раз вся грамматика накладывается, то есть, вот основа дана. Возможно, вам нужна какая-то дополнительная лексика, пожалуйста, вы ее здесь просто используете. Мы с вами разбирали, когда «to», когда «net», «to», когда «нет» артикля, когда «есть» артикль. Да, действительно, я постараюсь делать, соответственно, уроки разнообразнее, друзья мои. Но хочу вам сказать, что многие изучают английский язык, чтобы просто объясняться, когда путешествуете. Да, полезно, друзья мои. В принципе, вот этих фраз, там их не так много, они стандартные. Соответственно, там, соответственно, «пожалуйста», соответственно, «please», там «спасибо», «thank you» и так далее. У нас также они запланированы в разговорном курсе. Здесь, в принципе, можно их за 15 минут выучить. Но мы с вами именно закладываем основу. Опять же, я считаю, что цель вообще изучения английского языка – это не просто… Да, мы будем уделять акцент. Спасибо большое за комментарий. Значит, не просто изъясняться, когда мы путешествуем, но вообще понимать, что говорят на радио, что говорят на телевидении, что говорят, соответственно, может быть, на каких-то других англоязычных YouTube-каналах, что говорят, соответственно, в фильмах, что появится в песнях. То есть, намного шире нам нужно больше охватить лексики, нам нужно больше охватить именно грамматических структур и так далее. Вот это, я считаю, цель, чтобы можно было читать книги. Очень полезно читать адаптирные книги также на английском языке, именно носители языка, вот начиная с самого, значит, соответственно, маленького уровня. Это, соответственно, уровни «стартер». То есть, «стартер» – это когда только стартуешь, начинаешь и «бегинер». Вот тоже очень полезно. Там опять же тоже такая лексика, которую мы с вами проходим. Вот эта лексика нужно знать. Это закладываем мы с вами в фундамент, друзья мои. И по мере того, как мы с вами будем проходить конструкции, а, соответственно, лексику, мы будем вводить новые фразы. Спасибо вам, друзья мои, за ваши пожелания, я очень также их ценю. Далее. В предложении 50 произношение «really like» слилось. То есть, мы есть отдельное произносение, получается «I really like» – это комментарий к первому уроку, а мы, может, плюс не «are like» – «are like». Друзья мои, не удивляйтесь. Вначале нужно научиться просто произносить вот как здесь. Соответственно, «I want to order it». И научиться нужно понимать именно так. А, конечно, носители языка говорят быстро, соответственно, «I want to order it». Или мы говорим медленно «I want to buy a ticket». То есть, опять же, здесь нужно многократно прослушивать, добиваться автоматизма, вы можете регулировать скорость. Нет ничего удивительного. Здесь на многие слова сжевываются, когда именно быстро речь. Друзья мои, ну мы пока идем от простого сложного, но начали медленно, а потом быстрее. Далее. Вы сказали, когда мы пройдем весь этот интенсив, мы сможем перейти на разговорную практику, где это разговорная практика. Значит, опять же, повторюсь, мы с вами в этом курсе на с вами интенсивный тренинг и разговорного английского, говорите именно вы, и аудирование, и чтение, и произношение, все вместе. Но действительно, принял решение, что мы с вами доведем этот курс в режиме интенсива до конца, и потом, особо без грамматики, только на разговорных фразах, диалогах, соответственно, топиках на основе этого курса. Но, опять же, в основе этого курса, честно, я не понимаю, как можно понять, будет тот курс, не проработав именно основы, которые заложены в этом курсе. То есть, ну, не будем сразу вести параллельно, надо доделать что-то одно, чтобы был уже законченный плейлист. Потом двинемся дальше, чтобы не было незаконченного, иначе это опять растянется на долгое время. Далее. Спасибо вам за вопросы. Сколько новых слов вы добавляете в каждом уроке, если подсчет ведете? Друзья мои, у меня нет такого, что я добавляю, допустим, 10 слов в каждом уроке, или 15 слов. Опять же, повторюсь. Вначале вы можете добавлять слова очень быстро, там 10, 15, но вот эти слова, такие как dog, собака, English, они быстро заканчиваются. Потом происходит, значит, соответственно, наступают более сложные слова, их так быстро не запомнить. И еще зависит очень много от грамматических конструкций. Иногда, понимаете, вот, допустим, были, помните, в рамках нашего плейлиста, конструкции this is. Простая конструкция, можно сказать, там, my house, там, мой дом, соответственно, my family, можно много слов ввести. А есть сложная грамматика. Сложная грамматика, и, соответственно, тут нужно на грамматике больше сконцентрироваться, иначе просто и получается не в грамматике, и не там. Это все зависит от конкретной ситуации. Вот такого конкретного, что 5 слов из урока в урок нет. Это нужен баланс. Я смотрю, насколько сложна грамматика и прочее. То есть это индивидуально в каждом уроке, но, безусловно, конечно, мы словно запас пополняем. Друзья мои, переходим к основной части. Спасибо. Значит, мы продолжаем этот плейлист. Давайте скажем это на английском. Мы продолжаем. We продолжаем. Continue. Continue. Этот плейлист. This playlist. We continue this playlist. Можно еще добавить выражение с огромным удовольствием. С with the, огромным, great, удовольствием, pleasure. We continue this playlist with great pleasure. Опять же, видите, continue, видите, новые слова. Great и pleasure. Дальше под грамматика. Нужно будет умыть о грамматике сложнее, поэтому будет у нас достаточно интенсивный темп, но в пределах разумного. Итак, значит, как мы с вами скажем? Я не работаю. Кто знает? Значит, если у нас с вами есть глагол, то есть работать. Мы с вами говорим, соответственно, я работаю. I work. Вот глагол. Можно сказать отрицание. Отрицание у нас с помощью идет don't или doesn't с глаголом. То есть вот формула. Плюс, соответственно, глагол. Когда don't, когда doesn't. Значит, don't у нас, когда I, we, you, they. Мы с вами используем, соответственно, don't. Doesn't, когда, соответственно, he, she, it. Мы с вами используем doesn't. Ну и, соответственно, плюс глагол. Давайте глагол, глагол. Давайте же к английскому языку привыкать. Давайте называть это verb. Какой звук? Э. Веб. Плюс, веб. Плюс глагол. Плюс, веб. Плюс глагол. Вот структура. То есть, был. То есть, был. Смотрите. I work. Значит, стало, соответственно. У нас I. Не. Видите? То есть, нужно поставить don't. Потому что I. Получается, I don't work. I don't work. Отлично. Скажем, мы не работаем. We. Не. Вот наша формула. Вот наша формула. Получается, we don't work. Ты не работаешь. You don't work. Они не работают. They don't work. Он не работает. He. Видите? He, she, it doesn't. Получается, he doesn't work. Она не работает. She doesn't work. Это не работает. It doesn't work. Все просто. Все гениально и просто. Она так говорит. Итак. We continue this playlist with great pleasure. Don't or doesn't плюс глагол. Or don't or doesn't plus verb. I, we, you, they. Don't plus verb. He, she, it. Doesn't plus verb. I work. I don't work. We don't work. You don't work. They don't work. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. Значит, окей, здесь часто делают ошибки. Путают don't и doesn't. И также запомните, что это именно когда у вас есть глагол. Есть еще другая ситуация. Когда у вас, соответственно, это вот первая ситуация. Мы с вами сейчас ее разбираем подробно. Есть и вторая ситуация. Значит, соответственно, когда у нас есть глагол. Давайте это скажем. У нас есть глагол на английском языке. У нас есть. То есть мы имеем. We have глагол. Единичное число. Ставим артикль. Получается, we have a verb. Когда нет глагола. То есть у нас нет. Это получается, we don't have. Это вторая ситуация. We don't have глагола a verb. Мы с вами это будем подробно рассматривать. Но после того, как разберем именно случай как раз вот эти. Отрицание и вопрос. Там отрицание по-другому. И там тоже путаемся. Мы с вами должны здесь как бы расчистить все это и из хаоса сделать порядок. Но пока вот это, что я именно акцентирую. We have a verb глагол. Далее, друзья мои, давайте переведем некоторые другие предложения. Например, я хожу туда. Я хожу. I go туда. Вспоминаем лексику из предыдущих уроков. There. I go there. Вот эти слова. То есть, желательно помнить, опять же, то, что мы с вами приходили до этого. I go there. Я хожу туда. Я не хожу туда. Я не. I don't. Хожу туда. I don't go there. Мы хотим это. We want it. Мы не хотим это. Мы не. We don't want it. Ты понимаешь меня. Ты, you, понимаешь. You don't understand me. Ты не понимаешь меня. You don't understand me. You don't understand me. Они помогают нам. They help. Нам. Это слово. Us. They help us. Они не помогают нам. They don't help us. They don't help us. Итак, повторим. I go there. I don't go there. We want it. We don't want it. You understand me. You don't understand me. They help us. They don't help us. Значит, обратите внимание на эти слова. Me. И особенно слово us. Это слово us очень часто как раз забывают. Обращаю ваше внимание. Итак, значит, друзья мои, давайте с вами еще кое-что скажем. Итак, например. Опять же, наша формула, все то же самое. Ему нравится это. He likes it. Ну, конечно, нужно не забывать s. Просто про это помните. He, she, it. Ему не нравится это. He doesn't like it. Далее. Она знает это. Она знает это. She knows it. Она не знает это. She doesn't know it. Да, на самом деле, s может забываться, но просто обращайте на это внимание. Вот если много идет упражнений, смотреть, слушать, это должно все отработаться. Но поначалу все забывают s и путают. Don't и doesn't. Это помогает мне. It helps me. Это не помогает мне. It doesn't help me. А как вы скажете, это не помогает нам. It doesn't help. Вот как раз это слово. Us. It doesn't help us. Соответственно, это помогает нам. It helps us. Отлично. Повторяем. He likes it. He doesn't like it. She knows it. She doesn't know it. It helps me. It helps us. It doesn't help me. It doesn't help us. Далее. Еще перейдем некоторые предложения. У него есть свободное время. У него есть. He has свободное время. Free time. Мы с вами говорили, почему здесь артикля не нужно. Я надеюсь, вы помните. He has free time. У него нет свободного времени. У него нет. He doesn't have free time. Значит, конструкции. Соответственно, я имею, кто-то имею. По умолчанию мы используем просто have или has. Или don't have и doesn't have. Есть также некоторые другие конструкции. Мы с вами о них также поговорим. Но по умолчанию пока используем вот эти конструкции. Далее. Она думает так. Она думает. She thinks так. She thinks so. Она не думает так. Она не думает. She doesn't think so. She doesn't think so. She doesn't think so. Он живет там. Он живет. He lives. Там. There. He lives there. Он не живет. He doesn't live. He doesn't live там. There. He doesn't live there. Так же переведем конструкции и предложения. Мне нужна твоя помощь. Вот. Мне нужна. Это конструкция. I need. I need. Мне нужна. Получается. Мне нужна. Видите, опять же, здесь также панология с конструкцией I like. Помните, мне нравится. Мы с вами здесь используем именно личное местоимение. I need. Соответственно, нам нужно. Вы скажете, соответственно. We need. Тебе нужно. You need. Им нужно. They need. Ну, например, it. Это. А, соответственно, ему нужно это. He needs it. As. Ей нужно это. She needs it. Это очень важная конструкция. Здесь тоже многие делают ошибку. Поэтому я не хочу, чтобы вы делали ошибки вообще. Тем более и в этой конструкции, само собой, разумеющейся. Поэтому перейдем. Мне нужна твоя помощь. Мне нужна. I need. Твоя помощь. Your help. I need your help. У меня не нужна твоя помощь. У меня не нужна. I don't need your help. Значит, по умолчанию используем конструкцию «не нужно». Остается на «don't» или «doesn't» плюс «need». I don't need your help. Ей нужен твой совет. Ей нужен. She needs. Твой совет. «Your». И совет будет «advice». She needs your advice. Ей не нужен. She doesn't need твой совет. Your advice. She doesn't need your advice. Далее скажем также еще «он помнит это». He помнит. To remember глагол. Давляем «с», получается «he remembers it». Соответственно, «он не помнит это». He doesn't remember it. Естественно, вы можете сказать про себя «я помню это». I remember it. Я не помню это. I don't remember it. Можно немножко усложнить. Вместо «it» сказать «я помню это правило». Это «this» правило «rule». Я не помню это правило. Я не помню это правило. Повторяем. 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 He remembers it. He doesn't remember it. I remember it. I remember this rule. Okay. 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 Thank you, my friends. Thank you, my friends. Okay. Okay.